Радианс Бэн Продолжается финал Гигабайт Челлендж номер 5 Маус Спортс впереди 1.0 К сожалению не посмотрел сервер Но сейчас мы все быстренько исправим Да, как и полагается сервер теперь US West Это значит Нет, стоп US East, конечно же US West это было бы слишком жестко Это значит что теперь преимущество будет у Na'Vi небольшое И у них первый пик Помимо всего прочего Doom Brewmaster по-прежнему в бане Бэтрайдер и второй бан Маузов Сейчас мы узнаем какой именно Вообще Маус Спортс выглядели стабильно лучше на протяжении всей игры Но не сказать что на голову Но чуть-чуть получше Чуть-чуть получше На протяжении всей первой встречи В целом конечно Совсем другую игру показывают команды в финале Если говорить про какие-то другие матчи Но не могу сказать что Акс зашел прямо очень хорошо На мой взгляд Акс был не настолько крут Конечно же очень сильно отыграл в начале Фата и Пайкат Ну и в концовке игры великолепно действовал пасс Ну а Акс и Врейс Кинг В лице МСС и Мизери С своими блинками Ну просто выполняли то что они должны были делать Хотя в общем то выполняли это действительно неплохо в конце игры Ну посмотрим что будет в этой игре Опять забирают Акса На этот раз Виспом Муза продолжают у нас Удивлять И Тайт Хантер Опять же Ну Тайт Хантер вообще не доставил каких-то проблем Вот как же здорово Муза именно избегают вот этих вот Комбата лютая совершенно Тайт Хантер плюс Аппарейшн Воид, Герокоптер Ну каждый раз Муза как-то умудрялись там спасаться То Шадоу Демон спасал одного ключевого героя То вообще купол ставился на одного И все время эти Муза были неуловимые Как вот я не знаю Как осенний листочек На ветру Как-то так Наверное Напомню завтра всем что Завтра финалы Д2ЦЛ Точнее пока что это матч за третье место Матч за третье место Д2ЦЛ Который собственно Пройдет на канале Дейли Моушена Д2ЦЛ Играют между собой Пауэр Рейнджерс и Элайонс 25 числа финал С участием Фнатик И Эмпайр Фнатики которые просто последнее время Ну всех удивили своей игрой Всех абсолютно 10 секунд 5 секунд Резерв тайм Итак Тинни В бане от Нави Боятся они комбинации Тинни плюс Висп Также в бане Разор Против Ликана заходит весьма и весьма неплохо Ну и Муза все-таки на этот раз решили Вомбо-комбо Чуть подбанить Банят Оперейшн Возможно сейчас забанят еще какого-нибудь Дарксира Который также В тимфайте очень и очень хорош Ну пока что раздумывают над этим Игроки команды Мау Спортс Это Рубик и тут же забирают Вивера В общем опять у нас будет игра Скорее всего такая же как и в прошлый раз Ну все идет пока к этому Потому что Вивер, Акс, Висп Это мобильность Это быстрые выпады Быстрая инициация Быстро сделать минус героя и отступить Тайтхантер и Ликан Ну Тайтхантер тоже Ой Ликан тоже быстрый Но Тайтхантер это уже задел под драку 5 на 5 Сейчас третий пик может многое поставить на свои места Да, нужно задумываться над каким-то контролем против Вивера Какие-то станы набирать Хексы Все таки Вивер Есть два способа его контрить Либо ты его вот так вот контришь через какие-то станы Хексы Либо ты его просто давишь жестким АОЕ И на мой взгляд первый вариант более универсальный Все таки он работает и в начале и в конце игры А каким-то жестким АОЕ Вивера Да, это Дарксир Но все понятно Нави опять будут делать ставку на свой 5 на 5 Теперь с пингом у них получше И теперь должно все получаться почетче Посмотрим, что на это Ответят Я так подозреваю Вивер именно берется к виспу Но с другой стороны, в общем-то Казалось бы, не самая лучшая связка Да, забирают Вот в этой ситуации, когда Какая-то масса бурст урона Дарксир, Тайтхантер, Ликан Все это дамажит очень быстро Хорошо зайдет Даззл И своей захиливалкой И крест повесить Плюс ко всему с Аксом на линии Он очень силен Ну, мне кажется, все-таки Вивер-то пойдет в соло куда-то С тем же Тайдом воевать Или Дарксиром Он может это делать Ну, как бы рейндж-герой С отличным муспидом Никак его не прохарасить Скорее он еще может прохарасить А Висп будет забран Какому-нибудь Марфу, может быть Которого заберут пятым пиком Личом отвечают Нави Да, это очень похоже на их игру С МПЛ Миднайт Пайл Дайверс Пайл Дайверс Как переводится Пайл Дайверс Груда Множество Короче, чуваки, которые, видимо В полночь толпой ныряют Как-то так я бы перевел Ну что ж, Дисраптор и Тролль Дисраптор для того, чтобы Не было уж совсем убийственно Эта комба И Тролль для того, чтобы Ну, как бы Глобал вот этот вот урон Чуть порезать К тому же, если Корок опять пойдет Соло-мид на Тайтхантере Все-таки Фата его нормально Понасиловал в первой игре Ну, посмотрим, что сейчас будет Остается соло-мид героя игрокам Команды Маус Спортс Я бы поставил на даблу Акс плюс Дазл Нет, это Виндрейнджер Это все-таки Вивер плюс Висп Ну, почему бы и нет Виндрейнджерка в миде Будет играть против Тайтхантера Видимо, как-то так 10 секунд 10 секундs 5 секундs Ну, что ж, последний пик Нави Я уже убежден в том Что Тайтхантер пойдет на позицию Соло-мид против Верки Вообще, Дазл-то может и К Виверу тоже с Виспом пойти И Акса отправит соло В прошлый раз Последним пиком был Шейкер На этот раз это ДК Ну и давайте посмотрим, что Кажется, все-таки немножко Нави свою игру изменит Ну и у Маузов совершенно другой пик на этот раз И что-то более интересное они нам покажут Пока даже не буду озвучивать, кто на ком играет Потому что еще могут поменяться в процессе игры Ну, видимо, все-таки ДК пойдет мид Или ДК пойдет вообще легкую Или Кан пойдет мид против Виндрейнджера Против Виндрейнджера, конечно, получше ДК стоять Все-таки у него есть хороший реген Ликану-то вообще с ней делать нечего Абсолютно, он ее убить не может Из-за Виндрана Итак, 1437 играет на Личе Бракс на Дарксире Снэйкинг на Ликане Корок на Драгон Найт И Фогет Саппорт Тайтхантер Что касается Маузов У них МСС на Вивере, Мизери на Виспе Пайкат, Кэрри, Акс Фата, Соло, Мид, Виндрейнджер И Дазл в исполнении Пасса Ну, Пасс опять будет сейвить Вот Пасс это Саппорт, который сейвит Кстати, возможно Возможно, поэтому у меня такое впечатление о Пассе и сложилось Потому что, когда ты играешь на вот такой вот позиции Это действительно Если твоя команда играет четко То ты смотришься хорошо Но если твоя команда играет не очень хорошо То смотришься ты хуже всех Потому что, по факту, твоя задача Просто спасти одного героя И больше ничего не делать Так, жалуются Пайкат на Пинг, что у него там А-та-та-та-та-та Пайкат 302 Да, у него самый большой Пинг Но один из своих игроков Больше нету Просит им РМК Ну и, скорее всего, у нас будет РМК РМК Так, РМК Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Так, все, быстренько все поперезалетали в доту. Надеюсь, больших пауз не будет. Так. Акс плюс висп, вивер фармит, люкан, дарксир, вивер не фармит. Ребята, вообще-то мне не 18 лет, к сожалению. Так, ну что, у нас все, пошел ремейк. Надеюсь, все будет очень быстро. И качественно. Качество. Счет 1-0 в пользу Мауспортса. Еще вполне возможно у нас будет третья игра. Но пока об этом рано говорить. Не хочет пикать. Виндрейнджер куфат. Говорит, почему я на Виндрейнджер? Я не хочу. А придется. Придется. ДК против ВР. Вообще интересно, как фата будет ставить против ДК. Линия достаточно интересная. ДК может убить Виндрейнджер, потому что у него есть форма, станчик и достаточно болезненный нюк. Что касается Виндрейнджер, она тоже может убить ДК, но, наверное, с ассистом. Хотя, в общем-то, если кто-то грубо ошибется, можно и без ассиста убить. Но, скорее всего, будет какая-то помощь. Так, все, сделали рамка. Смотрим в порядке ли пинг. Вроде бы, да, какой топор огромный просто. Ай-яй-яй-яй. Вот это топор. Это реально топор. Вы представляете себе такой топор? Мне кажется, он весит килограмм пятьдесят. Ладно. Пайкат будет играть у нас на топоре. Все идут пять на пять. Ну, все те же самые герои. Все играют на тех же самых ролях. Так, Пайкат увидел. Ему не понравилось то, что он увидел. Кажется, увидели Вард. Могут сбить. Да, увидели. Оооо! Это лол! Это лол. Это ошибка. Мизери с пасом не разобрались, кто будет ставить центри. Поставили в итоге оба Ну, конечно, вард-то они сбили, молодцы Второй вард ставится на руну Еще один абсервер ставится вот сюда Он, по-моему, ничего абсолютно не блочит Но просто будет палить, что происходит в лесу Ну что, трипла, акс, плюс дазл, плюс висп Кажется, кто-то в чатике был прав И вивер будет фармить против ликана Хорошая линия для вивера Всем еще раз огромный привет, кто Решил сегодня посмотреть дотку Ух ты, пайкат, как неплохо пробили крипы Нужно его чем-то захиливать Да, ну и тайтхантер Ну, тайтхантер, кстати говоря, неплохо будет выдерживать прессинг на этой линии Такой абус решили попробовать Так, вивер против ликана Вот сегодня мы видели линию ликан плюс лич против сикера Сдается мне виверу чуть полегче против этой линии играть Да, все, акс там зачищает спокойно 100% крипов Тайтхантер плюс дазл Такую линию мы тоже видели, по-моему Нет, тайтхантер был в миде, кто-то был другой Шейкер плюс... Я не помню, кто был Ну ладно, не важно Все, акс начинает фармить лес Вот почему не стали блочить спаун Потому что лес фармит тоже акс Все, фармит акс И хилочка есть И потихонечку теряют хп игроки команды Na'Vi Все-таки тайтхантеры чуть-чуть крипы, но прогрызают Несмотря на его великолепную пассивку Так, все, пошли, пошли заходить Сагрил Бракса, какой хил Это минус Бракса, его зажимают в кустах Здесь же зажимает Великолепно Дазл тайтхантера, но тайтхантер оказался слишком жирным Ну что ж, First Blood за муузами Пока что они показывают более интересную игру 13 крипов у Акса Вивер тоже не бедствует На линии Тяжело его здесь прохарасить Играет МСС аккуратненько У него есть инвиз, убить его не получится Ну и в миде Фата 11-1 против 7-1 Да, пока что все на стороне Маус Спортс Линии они стоят получше Еще и реген находит Замечательно Да, ну здесь на самом деле Что с одной, что с другой стороны Линия может бесконечно вот так вот Отбиваться от крипов Потому что реально очень сильные герои И Акс под Дазлом втанкует Сколько угодно пачек И Дарксир Ну, Дарксир, хотя хилы потихоньку кончаются Здесь бы Тайду лучше танковать Но видите, как Тайт зажался в углу Прячется Вивер тем временем Посмотрите, какой агрессивный вивер Пытается прохарасить Лича Но не очень хорошо у него это получается Да, Лич восстанавливается с фласки Все-таки слишком много хилов на двоих Фата в миде 4-го левела Не дает Короку фармить По возможности Но Корок все равно свое забирает Да, Фата пытается играть с позицией силы Это очень правильно Вот, наконец-то Нави начали делать то, что нужно Именно Тайтхантер танкует под щитком Дарксир стоит и смотрит Все-таки у Тайтхантера второй щиточек Работает очень-очень хорошо Но, тем не менее, хиловца здесь осталось Не так много По одной ветке и по одной фласке Да, в то время как у Акса Транквилы У него там бешеный реген Тысяча монет уже у Акса После Транквилов Учитывая, что он забрал Ферстблат Вивер очень битый Очень битый вивер Последняя тычка по виверу И минус МСС заигрался здесь явно Ну, кстати, посмотрите Снейкингу Это очень-очень больно Тем временем Акс забегает за Тайтхантером Тайтхантер пытается Хоть что-то проесть Какой хил от Даззла Да, Даззл просто Изничтожает своим хилом Это очень жестко Тайтхантер пытается выйти Дает энчер смеш Зажимают мизери Тайтхантер Сурдж уходит Великолепно Не хватает И Висп Дожидается своего шанса Тоже спокойненько Уходит оттуда Ликан очень битый Несмотря на то, что Вивера убили Ликану все-таки Пришлось идти на базу И Вивер сейчас возвращается Будет фармить дальше Ну, Лич уже пятого левела Да, все-таки этот Абуз С одной стороны Абуз с Личом С другой стороны Абуз Вот этот вот с Аксом Инвиз забирает бутылку Тем временем Виндрейнджер Замах на Шекл Привязывает Пауэршот И последняя тычка Фата забирает Великолепно Как он попал Этим Шеклом Это вообще еще отменил Мне казалось, что И тут не привяжет И тут не привяжет Но нет Фата Знает толк Краюшком пауэршот Умудрился попасть Так, опять заходит За Тайтхантером Ну, что-то на этот раз Как-то это очень больно По-моему Ай, Мизери Получает еще много урона В итоге решают Не ходить туда Тайда захиливают Да нет Тут слишком много хп Еще и дабл спаун Успевает сделать Нет, чуть-чуть не успел Сделать дабл спаун Но не страшно Ну что ж Тайтхантер четвертый Дарксир четвертый Акс Почти пятый Почти блинг у него готов Фата имеет Седьмой левел И скоро выйдет Фейзы У Корока пока что Шестой Необычный сапог Да, по крипам Чуть-чуть впереди Еще учитывая, что Фраг забрал один Так, байкат Опять забегает за вышку Сагривает Отличный хил Ну, Тайтхантер Слишком прочный По-моему, да Очень много хп Еще этот Айоншел Висит второго левела Который больно жжется Шестая минута игры Счет 2-1 В пользу Маус На верхней линии Умер МСС Дважды на нижней линии Умерли игроки Команды Нави Появляются Фейзы Фогет Получает свой щиток Но нет За Фогетом Никто не хочет На этот раз охотиться Кстати, Акс пошел Не в даггер Он решил быть попрочнее Возможно, правильное решение Так, ну и сейчас Все перетягиваются Вместе с Личом У Лича почти шестой Акса будут бить Очень больно будет Аксу сейчас Висп Тайтхантер ДК Здесь же ДХ Получает Сурдж Стан в Пайката Есть ли крест? Есть еще крест Хилл Нет, Пайката здесь Очень тяжело будет забрать Не успевает дать крест Ох уж этот пас И Мизери Также умирает Минус 2 Минус 2 И Вивер Также Посмотрите на его ХП Вивер тоже Очень жестко Проседает Единственное преимущество Команды Маус Которую удается Сделать в данной ситуации Это немножко Подхарасить вышку Корок прилетает С щитком Прогоняет Фату Фате очень больно Ну что Отличная игра От Нави Они смогли отбиться Теперь у Лича Появляется ульт Пайкат Приходит на верхнюю линию И что МСС у нас пойдет на нижнюю Да, ну конечно Был бы там крест Виз бы точно не умер Здесь пас сыграл Не лучшим образом Ну возможно Пинг как раз таки Сказался С другой стороны Уж совсем до конца Он оставлял этот крест Так, Вивер Приходит на линию Против Дарксира Тайтхантер Отступает Фармит леса У Ликана есть Владимир У Вивера вообще Ничего нету Он купил себе бутылку На все свои деньги Ну и сверху Акс подпушивает Тауэр С Вангвардом Да, даже после Вангварда Очень быстрые появятся Скорее всего Блинк Заходит Висп Виндрейнджер Фейзы Виндрейнджер идет Чекает руну Руна появляется сверху Ее забирает Мизери И 3-2 в пользу Нави покажется Да, эта игра Определенно Очень спокойно Начинается Я уже не помню Честно говоря Как начиналось в прошлом Но по-моему В похожем стиле Только в отличие От прошлой игры Здесь я даже не знаю Кому отдавать преимущество Вот именно в лейтгейме Ну потому что Нету На этот раз Вайда Есть тоже комбинация Очень жесткая Дарксир Да, это замечательно Дарксир ДК Тайтхантер Но опять Мобильность за музами У них вивер И вивер все-таки Это очень серьезный кэрри Правда пока у него дела Не лучшим образом складываются Неплохо было бы качнуть пауков Полезный спелл Зачастую помогает Но возможно Чуть позже этим займется вивер Так, телепорт на топ Большие проблемы у Пайката Пайкат умирает Тут же реведж в мизере И мизере И мизере тоже умирает Да, реведж был потрачен Потому что Фогет боялся Что унесет Висп на релокейте Акса Но в итоге У виспата был Всего лишь Четвертый левел И реведжем Забирают этого виспа 5-2 Ну что Преимущество Теперь у Нави Фата 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 Ох Как больно Фата сейчас Прогрыз Ну правда Сам потерял Тоже много хп Снейкингу вешают Айс Армор Что Минус 2 ульта Было сверху Минус ульт Айдхантера Минус ульт Лича Дарксир Формит Мекку Ну и будут Давить с Меккой Скорее всего Как они Это делали В полуфинальной Игре Сегодня Судя по всему Решили Подпушить Мид Тем временем Макс на верхней линии Против Тайда И ДК Но Мид-то падает Да Как-то Мид отдали Просто ничего не сделав Абсолютно Мид упал Видели Что Лич забрал Инвиз Ну что Акс будет фармить Я так понимаю Все-таки До блинка Не совсем понятно Почему опять Висп забран Герою Ну никому Никакому герою То есть нету героя К которому вот именно Забран Висп Как суг Вивера Но это так себе Все-таки Не Тинни Не Того же Марфас Которым Последнее время Ну то есть Который хорошо Сочетается на линии По факту на линии Акса и Дазла Было бы вполне достаточно Висп сейчас умрет Хотя нет Живет пока что Не стал Новый ему давать Акс возвращается На линию Кстати тут еще И могут затерпеть Да Выгрызается Фогеда Но по моему Слишком мало урона У Пайката А конечно Если нету Какого-то жесткого Тимфайта Где могли бы ДК Сурдж Фата Успевает включить Виндран Но весь Виндран Простоял в стане В итоге Минус Фата Отличный ганг В исполнении Бракса и Корока И минус вышка На миде Должна быть Да Пока что Непонятно На что Муза вообще Рассчитывают В этой игре То есть У них не видно Ни на одной линии Какой-то силы Снизу Вначале Начиналось все неплохо Но сейчас Акс ничего не может Сделать один Он просто умирает От спелов Как танка Его явно Недостаточно Просто уходит Просто уходит Пайкат Вивер пока что Слишком слаб То есть ему Никто не помогал Фармить Он стоял против Двух героев Один из которых Был Лич Ну и пытаются Сплитпушить Видимо и есть Тот самый Коварный план Что у нас летит Рецепт на Медас МСС Это хорошее решение Потому что Ну нужно как-то Ему рисковать Здесь как-то Выходить В действительно Хорошие артефакты Размен по ТВ-рам Но урон Это у Нави Побольше У них все-таки ДК Все-таки У них Ликан И Эта Парочка ломает Вышки очень быстро С другой стороны Есть Виндрейнджер У которой Фокус Файр Фортификейшна нет Здесь фортификейшн есть Телепортируется Дарксир Следом за ним Тайт Ликан И еще два телепорта Да У Акса появляется Блинк Смотрим Тайтхантер Забегает Под Сурджом Все Вешают ему Пауков И ничего Здесь не будет ООООООООООООООООООООООООООООО! Вот это лол! Психанул. Психанул тайдухой. Сейчас на развороте ты можешь попробовать подраться, наверное. Хотя ульт-лича... Какой же мерзкий ульт-лича всё-таки. Но я думаю, что попробуют. Думаю, что попробуют муза. Нет, всё-таки решили отступить. Уходит отсюда вивер. Остались вчетвером. Ну так, может быть, кого-то одного подцепит. Да, но без ульта Тайда-то как-то вообще не так круто все выглядит. Фортификашна больше нету. Нет, не хотят на Ликаны залетать, там все-таки Лич. ДК. Прикрывает его Тайд Хантер. О, Пайкату не дают сделать блинк. У Пайката большие проблемы. Его просто загрызают волки. Ну, Лич не пошел дальше в атаку. Пайкат, Пайкат умирает. Это лол. Живет, живет. Секундочка, блинк! Нет, не успевает сделать блинк. Стики. Ой, хил. Крест. Боже мой. Как он живет? В этот момент мизери здесь. Что забыл здесь мизери, не совсем понятно. Может быть, он убил курьера? Так, где курьер ваш? Да, возможно, мизери убивал курьера. Но, с другой стороны, это очень странная точка. Акс пока что... Акс пока что только убегает. Все, что он делает в этой игре. Очень мало каких-то попыток напасть. Возможно, будет быстрое БКБ или Блэйдмейл. По-другому Аксу в драку вообще не зайти. То есть, весь физический урон, который он в себя впитывает, обычно... Его здесь нету. Здесь есть магический урон, который он в себя впитать не может. Потому что слишком это для него. У него много армора, но у него нет никакого резиста. Это Акс, это не антимаг. Так, мега появляется у Дарксира. Ну, пока что все на стороне Нави. Причем, так, вот это первый момент, когда можно кого-то убить. Вот это урон! Да, урона вообще нет. Он просто отсутствует. И волки. Волки под Айншелом. Неужели догонят? Да, догоняет. Здесь уже слишком много врагов. Вакуум мимо. Боже мой, Тайтхантера ускоряют. У него откатил реведж. Что вообще происходит в этой игре? ВР-очка фармит на миде. Вивер фармит на топе. Да, Виверу фармить еще очень-очень долго. У него пятый нетворс. Ему нужно, чтобы у него был... Да даже не важно, какой нетворс. Нужно ему тысяч двадцать нетворса, чтобы начинать драться. БКБ нужно. Клинка нужно. Дизолятор какой-нибудь. Нужно все. Ну что, Верку смогут убить? Лич дает новую. Ульту. Шекл. Последняя тычка. Висп телепортируется сюда. Висп один. Лол. Живет. И сейчас мизери просто умрет. Зачем? Фейлфест. Да, минус вышка. Ну, скорее всего, один-один. Я вообще не понимаю, что это было за ТП от мизери. Мизери просто тэпнулся, умер. У него еще не было меки, захилиться было нечем. Ну, тэпнись ты вместе с Аксом. Можно было ведь подраться вместе с Аксом. Там же не было ничего уже. Акс запрыгивает с двоих. Ох, как больно-то, а. Акс-то, оказывается, тоже может надамажить. Есть ульта у Фогида. Есть ульта, ультует Фогида. Отличный хил, закодит вакуум. Ну, сейчас все лопнут. Вивер успевает ультануть. Акс, великолепный крест в Акса. И ситуацию-то выравнивают. ДК ультует. Где-то нет. Это просто иллюзия. Ульта уже закончилась. Фогида нету ничего. Акс запрыгивает. Минус. Ильича. Минус. Минус три. Вот это Акс дал сейчас. МСС. МСС. МСС живет. Нет, нет. МСС. Последняя тычка. Да, МСС умирает. Но здесь же подходит Виндрейнджер. Фокус фаер под пауками. Очень больно Короку. Нет, Корок выживет. Корок выживет. Да, несмотря на то, что ему очень больно. Он был под паучками. Но все равно смог выжить. Моус Спорт с каким-то чудом сейчас отбиваются только за счет нереального просто исполнения от Даззла Акса. Какого-то еще, наверное, везения. Потому что они могли в один момент просто лопнуть там, написать ГГ. Но сейчас у Акса появляется Блэйдмейл. Он реально наубивал в той драке. Он убил троих. У него счет был 1-2. Стал 4-2. И Мизерик Мекки приближается. Нет, не приближается. Можете не волноваться, поклонники нами. Так, Гем. Гем, кстати, выбили. Вот что очень важно. И Вивер выходит потихоньку, помаленьку в БКБ. Так, Пайката окружают. Пошла ульта Волка, ДК. Ух! Мизери. Мизери выправляет ситуацию. Будет ли дальше драться? Большой вопрос, на самом деле. У ДК здесь уже есть БКБ. Наверное, Висп вернется один. Нет. Это ошибка. Это ошибка. Мизери убивают. Блэдмейл. Нет, Акс все еще жив. Мека входит. Корока не удается убить. Где твой БКБ, Корок? Боже мой, что же ты делаешь? Корок. Корок. Какая ошибка. Фэйлфест продолжается. Тайтхантер. Нет ультимейта. Есть 15 стиков. Шекл. Шекл никого не привязывает. Дарксир. Нову получает Фата. Фата умирает. Фэйлфест продолжается. Акс все еще жив. Почему не включил БКБ? Убивают ТП. Очень самонадеянно сыграл здесь. Подбирает гем Дарксир. Но Дарксир не имеет никакого стана. В итоге проигрывает эту драку Мауза. Хотя я бы сказал, что ее проиграл обе команды. Но что сотворил там вообще Корокс? Совершенно непонятно. Акс поджигает Тайдуху. Тайдухе есть ульта. Но больше ничего нету. Да, Тайт умрет. Запрыгни ты к нему. Да господи боже мой. Запрыгивает. Забирает. 5-2. Диминейтинг у Пайката. Ну на самом деле, несмотря на то, что Драку-то последнюю проиграли Мауза. Если брать последние там минут 7 игры, то они ситуацию выправляют. Потому что у них все было вообще безнадежно. И непонятно было, как они вообще хоть что-то могут сделать. Сейчас они пару раз все-таки с Аксом удалось применить эту комбинацию. И преимущество у Na'Vi не такое большое. Меньше 5000 золотом. 5000 по XP. Интересно, что будет Акс собирать дальше. Ну конечно, интересный вариант был бы с БКБшкой. Потому что, как ни крути, магия дамажит слишком больно, по-моему. И Акс просто взрывается в какой-то момент. Причем каждый герой дамажит магией. Поэтому в один момент просто все получают по чуть-чуть урон от Блэдмейла. А Акс заканчивается на этом. Великолепная игра от Корока. Выложил БКБ. Было бы смешно, если бы он действительно выложил БКБ и забыл его. Ну что, и заход на Рошана. Смогут ли этому как-то помешать? Так, Фата в позиции. Да, но тут все видно. Но Рошан-то падает. Акс запрыгивает в пятерых Блэдмейл! О боже мой! Акс просто взрывается. Байбэк от Акса. Что дальше? Рошан падает. Да, МСС. Снова Шекл отличный. Он вообще самоубийца. Как можно запрыгивать на пятерых героев на Рошана, когда там столько спелов? И ведь не было никакого еще добавочного... Вот чего не хватает, Музам, так это какой-то добавочный спелл. То есть, какой-то туда, я не знаю, залить... Ульту Джакира какую-то. Пока Акс всех сагрил. Это действительно было бы неплохо. Но так получилось, что Акс просто один ворвался и умер. И Крест ему не успел дать Дазл. Возможно, Крест бы там, кстати, порешал. Может быть, и стоило давать его. Ну, короче, возможно, масса вариантов. Но пока что... В отличие от первой игры, где действительно команды действовали неплохо, конечно, ошибались. Но здесь какая-то просто масса ошибок. И причем и от Нави, и от Музов. Но все-таки Муза совершают их побольше. Вивер. БКБ. Ммм, это шанс. Шанс не умереть. Но урона все равно при этом нет. Передает ему Боттл Фата. Фата тоже выходит в БКБ. Ну, понятно, тут все выходят в БКБ. Корок выживает практически без ХП. Но у него ведь Аегис. Стоп, или Аегису Снэйкинга. Да, Аегису Снэйкинга и... Не смогли забрать. Но это не Релокейт даже был. Это так. Акс. Какой пайкат агрессивный. Скорее от Лича. Нет, у Лича еще нет ультимейта. Фата. Контроль этого Волк. Великолепная игра от Снэйкинга. Вот эти, конечно, Волки, которые контролят. Все вообще абсолютно. Это очень-очень здорово. Фата уходит обратно. В БКБ еще нет. В БКБ только у МСС. Это, конечно... Этого, конечно, очень-очень мало. Так. Ульту использовал Драгон Найт. Шадоу Блейд появляется у ДК. Ну, это была ошибка или нет? Где Реведж? Реведжа нету. 7 секунд. Фата выживает. Активирует ДД. Сразу отпивается из бутылки. Теперь есть ульта у Тайтхантера. Но скоро не будет форма у ДК. Пока форма есть у ДК, нужно отступить. Что у Виспа? У Виспа все еще нет Мекки. Да, Мека бы очень пригодилась. Ну и, скорее всего, отдадут вышку на миде. Да. Сразу Вивер бежит вниз, понимая, что драться нереально. Не крочи ульта ДК. Драться абсолютно никакой возможности нет. Отдают вышку на миде. Верка забирает хосту. Акс также возвращается. Акс фармит БКБ. Акс запрыгивает. У Тайтхантера Блинк. Давайте смотреть. Сейчас будет, возможно... Крупная драка. Падает вышка. Связали Ликана. Ну, у Ликана Аегис. Все в пятером на базе игроки команды Маус Спортс. Ну и Нави отступают. Снесли две вышки. Этого более чем достаточно. Получили еще преимущество по золоту. Можно уходить. Интересно, смогут ли Муза дожить до БКБшек? Конечно, очень нужна сильно Мекку. У Виспаю до сих пор нету. Но она просто необходима. У Мизери 0.7. Да, это провальный Висп. Продал Волка. МСС. Корок 6.2. Очень неплох. Лич. 5.1. Ну, просто сравните Виспай и Лича. Да, Лич, конечно, гораздо больше пользы сделал, чем вот этот Висп. Ну, или Кан продолжает контролировать Волками абсолютно всю карту невидимыми. 3.400. Есть третий Неграчи. Ну, в следующий раз уже можно будет заходить. Так, смотрим, смотрим, смотрим. Ой, Фата, Фата. По-моему, Фата спалился сейчас. Пайкаты будут атаковать. Но здесь все мауза. Тайтхантер. Есть реведж. Есть блин. Корок забегает. Не может определиться Корок. Кому его станете. Слишком далеко убегает Акс. Но можно успеть. Тайтхантер на готове. Нет, разворачивается. Очень долго думал Корок, что ему делать. Да и Ликанов в драке не было. Может быть, из-за этого не стали драться. Что у нас по графикам? 10.000 еще нету. Еще нету 10.000 в пользу Нави. Но, конечно, в драке они гораздо сильнее. Пока нету БКБ. БКБ пока что нету. В смоках Фогет. Идет первым, чтобы в случае чего ворваться. Вивер 1600 видит Пайката. И сейчас у Пайката могут быть большие проблемы. Да, ДК активирует ультимейт. Первая цель будет Мизери. Все, пошел Ликан. Мизери в секунду падает. Тайд Хантер ультует. Минус Пайкат. Да, инициатива полностью за командой Нави. Ничего не могут абсолютно сделать с этим Муза. Их стратегия бегать по одному, как в прошлой игре, не работает. Убить они никого не могут. В прошлой игре они хотя бы могли кого-то убить. Ну и, возможно, сейчас это будет финальная атака. 30 минут уже идет игра. А такое ощущение, что идет она всего ничего. Есть ли байбэк у Акс? Есть байбэк. Возможно, придется его делать. Байбэк. А Егис закончился у Ликана. И реведжа нету. Да. Это был шанс наказать хоть кого-то, но никого не смогли наказать. 28-ая минута игры. Минус первый барак. ДК уже скоро в Кирасу выйдет такими темпами. Он решил выйти в Мьёльнер. Ну, тоже неплохой вариант для ДК. Да, Акс байбэкнулся. Теперь у него очень мало золота. Ну и ВР-ка выходит в БКБ. Да, у ВР-ки все-таки будет БКБ. Итак, 2 БКБ. 2 БКБ, но при этом совершенно нет урона. Хотя у Вивера практически дизоль. Да, у Вивера остается пару минут до дизолятора. С появлением дизолятора, возможно, какой-то урон и добавится. Но тут уже Шива. Шива, Мека, Тайдхантера. Даггер 2-400 сверху. Кираса у Ликана. Мьёльнер скоро будет готов у Корока. Куда ты тут сбежишь? Просто без шансов. Для пайката. Ну, правда, денег он, конечно, не потерял. Но теперь 60 секунд без пайката. Нужно как-то отбиваться. Байбэка нету. Он только что выкупался. Посмотрим на маузов. ГГ. Ну, в общем-то, с самого начала игры что-то пошло не так у Мау Спортс. Гуд гейм. Счет становится 1-1. Ну и будет третья игра. Пока не могу вам сказать, на каком сервере она будет. Но обязательно скажу это в начале третьей игры. Подписываемся на канал, не забываем. И через несколько минут начнется третья. Финальная игра. Гигабайт челлендж номер 5. Мау Спортс против Na'Vi. 1-1. Не переключайтесь. ПОДПИШИСЬ!